В эфире телеканал ЭТОН ТВ, программа «Тема дня», в студии по-прежнему я и ее ведущий Александр Гурарье. Коалиционный кризис в Израиле, то есть ситуация накаляется с каждой минутой, у премьер-министра осталось время, собственно, до завтра, чтобы сформировать правительство, пока что ничего не получается, и комиссия КНЕСЭТа начинает обсуждение даты выборов. На связи с нашей студией из израильского парламента КНЕСЭТа депутат КНЕСЭТа от блока Кахоль-Лаван Константин Развозов. Константин, здравствуйте, добрый день. Мы буквально вас на минутку вытащили из зала, спасибо, что нашли время. Скажите, что сейчас происходит вообще? Мы буквально через час будем голосовать в предварительном чтении за распуск КНЕСЭТа 21-го созыва, и это одна из угроз коалиции, опять же, это коалиционные игры пока что по нам. Да, там есть вопрос недоверия между партнерами в коалиции, но опять мы возвращаемся к тому, что когда народ Израиля голосовал на выборах, они на выборах, они не давали Натанелу именно тот мандат, которым он сегодня пользуется для своей неприкосновенности, для своего иммунитета, закрывает сделки с секторальными, с ортодоксальными, с радикальными партиями и, в принципе, раздает весь бюджет налогоплательщиков, который так тяжело зарабатывает этот бюджет, этот бюджет собирается за счет больших налогов, и, соответственно, избиратели хотели бы видеть правительство национального единства, когда две больших партии по 35 мандатов, 70 мандатов, будут четкие линии, куда будет идти Израиль, в каком направлении будет продвигаться государство. Я думаю, что это идеальное правительство, и у нас есть шанс, потому что Натанелу не может собрать правительство, а теперь надо дать возможность. Скажите, на ваш взгляд, ну, камнем преткновения, по крайней мере, формально то, что сейчас утверждает премьер-министр, является позиция Авикдора Либермана, партия «Наш Дом Израиль», которая отказывается вступить в коалицию, если не будет, так сказать, удовлетворено базовое требование, а именно принятие закона о призыве, закона о призыве харидим, религиозной публике, который уже, собственно, был принят в первом чтении, был, в общем-то, согласован. На ваш взгляд, это является формальной причиной, или это действительно причина, так сказать, всего коалиционного кризиса? Ну, опять же, это мое личное мнение. Разумеется. Это одна причина, потому что, опять же, закон очень важен не просто для коалиции или для коалиционных соглашений, этот закон принципиально важен для будущего нашего государства, и уже ультра-ортодоксальные партии готовы были голосовать за эту форму закона, но сейчас они после выборов, они набрали, конечно, 16 мандатов. То есть почувствовали силу, да? Почувствовали свой политический ветвь, и они знают, что над Натаньяо висят три обвинения, и Натаньяо нужно спасти свою шкуру, и поэтому они используют все рычаги давления, которые у них есть, и они, опять же, работают на свой сектор, на благо только своего сектора, они не думают о налогоплательщиках в Израиле, они не думают об армии Израиля, они думают только о себе, как можно больше денег, как можно больше льгот. И мы поддерживаем здесь Виктора Либермана, который настаивает на этих принципах, потому что изменение этого закона, это будет пустой закон, и мы вернемся, опять же, в ту же программу, при которой ультрамолодые, ультрадоксы не будут призываться в армию, потом не будут интегрироваться в общество, и потом не будут работать и платить налоги, а платить налоги будем мы, они становятся больше, больше и больше. Этот закон принципиально важен. Константин, скажите, вот на ваш взгляд, как будет развиваться ситуация, ведь я сейчас имею в виду не ситуацию с коалиционным кризисом, а вот взаимоотношения религии и государства. Дело в том, что исследования показывают, что в тот момент, когда в светском, так сказать, секторе государства сменяется одно поколение, в религиозном сменяется полтора. То есть, вот это вот увеличение процентного состояния, процентного отношения религиозного населения в общей доле населения страны, оно постоянно увеличивается. И, так сказать, через 10, 20, 30 лет, они уже совершенно полноценно займут большинство в Кнессете и начнут принимать все законы, которые им выгодны. А кто же работать-то будет? Ну, в том-то и дело, что это настоящая угроза будущему нашего государства. А как бороться с этой угрозой? Когда Бен Гурион освобождал молодых ультар-ортодоксов от армии, их было 460 или 470 человек. Сегодня это 10 тысяч молодых ребят, которые могут... И они утверждают, что они борются за соблюдение статус-кво. Они борются за соблюдение статус-кво. Вы знаете, ультар-ортодоксов их 7% от населения, а детей ультар-ортодоксов, которые находятся в системе образования, их уже 20%. Все показатели показывают, что через два поколения будет примерно половина детей в израильской системе образования будет ортодоксов. Так что делать? Отвечаю вопросом на вопрос, кто будет платить налоги и кто будет их содержать. Поэтому это принципиальные, важные законы для нашего государства. Если мы сейчас это не остановим, то в дальнейшем будет тяжелее и тяжелее. И мы видим, что их уже 16 мандатов. Сечек Нессет может быть 17-18. И так их будет больше и больше. Сейчас я задам вопрос совсем неприличный. Так я вас несколько раз спрашиваю, что же с этим делать. Я отвечаю как экономист. То есть, если перекрыть каналы излишнего финансирования, скажем так, может ли это в какой-то степени повлиять на темпы роста религиозных депутатов в Кнессете? Во-первых, да. Потому что когда в 2013 году партия Ешатит была в коалиции, и мы смогли вытеснуть ультратодоксов в оппозицию, то мы провели первый раз закон о равном распределении гражданских обязанностей. Мы урезали на миллиард шекелей бюджет Ешип. С полутора миллиардов на 500 миллионов шекелей. И, соответственно, количество учеников сразу автоматически падает. Потому что чем больше денег ты даешь на Ешипе, тем больше ты поощряешь их учиться. А что такое учиться? Это жить в нищете за счет государства и не развиваться. Мы отменили финансирование тех школ, в которых не изучают математику и английский. Не может быть, что дети в израильской системе образования не изучают светские дисциплины. Математику и английский. Поэтому все эти шаги, они крайне важны для нашего государства. И это можно сделать, надо просто диктовать свои условия. И я не говорю условия нерелигиозного общества, светского общества. А просто большинства. Большинства в израиле у нас получается из-за политической системы. Меньшинство диктует большинству. Но больше всех прогибается под ортодоксов, это Натаньян. Он научился с ними жить на протяжении 20 лет, наверное, уже. Он работает, они его естественные коллекционные партнеры. Он им дает все, что им нужно. И все бюджеты, которые они хотят. И здесь я полностью согласен с Либерманом, что он говорит, хватит. Пришло положить конец именно этому явлению. Что ортодоксы, все время нужно уступать ортодоксам. Мы должны уступать. Поэтому пришло время, чтобы они уступили один раз нам. Причем это на их благо. Скажите, Константин, если сейчас произойдет ситуация, что закон о распуске Кнессета принят не будет. И в этом случае президент страны может поручить формирование правительства другому депутату. И таким другим депутатом, естественно, в первую очередь является лидер блока Кахоль Лаван. Генерал Ганс, генерал в отставке Ганс. Но понятно, что ему тоже необходимо будут кого-то привлечь в коалицию. Потому что иначе у него не хватает сил. Я уже слышал и читал высказывания о том, что блок Кахоль Лаван в принципе не против присоединения коалиций каких-либо религиозных партий. Правда ли это? Мы никогда не были против религиозных партий. Мы всегда были за наши принципы. Принципы все служат в армии, все равны перед законом, все дети изучают математику и английский. И мы за... Нет, Константин, если они захотят присоединиться, они же выдвинут свои условия. Они же не просто так, не за красивые глаза. Но я вам скажу, что для этого есть депутаты из партии Ликуд. Точно так же, как у нас в кабинетах, у блока Кахол Лаван, у депутатов. Кахол Лаван каждый день сидят представители Ликуда и перениманивают нас в коалицию. То же самое мы можем делать и Ликуда. Мы сегодня, если нам дадут возможность, то карты открываются, игра меняется. И мы будем убеждать депутатов из Ликуда. Потому что с любым другим депутатом из Ликуда мы можем собрать и сформировать серьезную большую коалицию, из которой не будут вымогать бюджеты секторальные партии, радикальные партии. Это будет четкая, понятная коалиция, которая будет продвигать наше государство вперед, а не возвращать нас в камень. На ваш взгляд, Абикдор Либерман примкнет к такой коалиции? Я уверен, что да. Потому что у нас, в принципе, одни и те же принципы. Мы, это плюс-минус, одни и те же обещания в предвыборной кампании. Мы за нормальное демократическое светское государство. Конечно же, еврейское государство. Но никому не мешает включать тору после работы, кто это может делать. И в армии все могут служить, и альтернативная служба. Можно убирать свои же улицы в Нейбраке, в Мяш и Арим, помогать в больницах и так далее. Поэтому есть работы на всех. Невозможно иметь только права, но не нести никаких обязанностей. Поэтому секторальные партии, ортодоксальные партии, понимают, когда они просто исходят из позиций силы. Потому что Натаньяу сегодня должен пристать перед правосудия. И они просто используют ситуацию, как делали всегда. Спасибо большое, депутат КНЕС, это от блока Кахоль Лаван Константин Развозов. Но мы все-таки надеемся, что до перевыборов не дойдет. Потому что это еще одна брешь в кармане государства. А раз в кармане государства, значит и в нашем кармане. Слишком дорогое удовольствие. Хотя, говорят, демократия строит дорого. Мы против этих выборов. Надеюсь, что в конце будет без выборов. И нам дадут действительно возможность сформировать настоящую правильную коалицию. Которую будет работать на благо народа и говорить о здравоохранении, социобеспечении, о безопасности. О темах, которые действительно волнуют избирателей, а не о портфеле разных министров. Спасибо. Удачи. Дорогие друзья, программа «Тема дня» прощается с вами. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин